Ребята, всем большой привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Это мой первый видеоролик на YouTube-канале. И также я решила начать развивать свой Instagram с самого ноля. Можете в этом убедиться. Я хочу показать вам свой путь, показать, с какими трудностями сталкивается новичок в этом деле. И хотелось бы дать дельные советы начинающим блогерам, которые не знают, с чего им начать. Им очень хочется, но что-то останавливает. Особенно это сложно, когда на тебя подписаны только твои родственники, друзья, знакомые, которые просто молча смотрят твои сторис. И порой создается ощущение, что ты разговариваешь просто в пустоту. Это очень расстраивает, но тем не менее, если мы хотим действительно развиваться, нужно начинать действовать. Начну с небольшой предыстории. Инстаграм свой я хотела начать развивать уже очень давно, но долго не решалась. У меня было большое количество оправданий, разных отмазок, почему я не должна это делать. Но больше всего вначале меня останавливало то, что на меня подписаны только мои знакомые, родственники, друзья. Я переживала о том, что они обо мне подумают. И самый большой, просто был огромный страх, это выходить в сторис с говорящей головой. Но я с этим справилась. И сейчас вот я даже решилась записать свой ролик, поделиться своей немножко историей. И рассказать вам те инструменты, которые использую я, чтобы начать развивать свой инстаграм. Про сторис с говорящей головой я, наверное, запишу следующий отдельный ролик, потому что это нашло очень большой отклик вообще у людей, кто на меня подписан в инстаграм. Многие писали, что тоже они боятся выходить в сторис с говорящей головой. Поэтому я решила поделиться своими лайфхаками, которые мне помогли преодолеть этот страх. Новичку на самом деле очень трудно начать вести свой блог, потому что на него подписаны в основном в самом начале его родственники, знакомые. И всегда в голове возникают такие переживания, страхи. Что они подумают, что они скажут о тебе, вообще что говорить, а что снимать, что рассказывать в сторис. И вот эти вот все миллион страхов, которые сидят в голове, они постоянно тормозят и не дают вам решиться на этот шаг. Ну и новые подписчики, конечно же, приходят сложно, долго, потому что у вас их еще мало. И даже если аккаунт красиво упакован, там все визуально красивая, приятная картинка, им все равно сложно подписаться, так как они видят эту цифру, да, там 100 подписчиков и думают, ну а что я забыл в таком аккаунте, что мне здесь делать. И получается какой-то замкнутый круг. Что же сделала я, чтобы все же начать двигаться, преодолеть эти страхи и начать развивать свой аккаунт в Инстаграм. Сейчас расскажу. Самое первое, это я определилась с целью ведения вообще аккаунта. Для чего мне он нужен, чего я смогу достичь вообще с помощью Инстаграм. И когда есть вот какая-то ваша глобальная внутренняя цель, намного проще решиться на ведение Инстаграма, потому что у вас эта мысль будет долгое время греть. Даже если когда опускаются руки, что-то тяжело, вот вы вспоминаете свою глобальную цель и сразу вроде как-то становится проще. Это мотивирует, успокаивает. И мне кажется, это в принципе, наверное, самое главное, что нужно сделать вначале, определиться с целью. Когда мы уже знаем, чего мы хотим, мы начинаем задаваться следующим вопросом. А кто же мы вообще в мире Инстаграм? Что я буду нести вообще людям? О чем рассказывать? О чем я? И кто я? Здесь важно определиться с тематикой вашего блога и выбрать несколько тем или одну, на которую вы хотите рассказывать. Это должна быть такая тема, которая вас реально зажигает. Тема, на которую вы готовы разговаривать часами просто. И тогда ведение блога не будет казаться какой-то пыткой. Следующий важный этап на пути развития вашего Инстаграм-аккаунта – это понимание вашей целевой аудитории. То есть вы четко должны понимать, для кого вы рассказываете. В идеале нужно просто представить идеальный портрет вашего подписчика. И тогда вам будет проще начать продвигаться, потому что вы уже будете знать примерно хотя бы где искать ваших таких же людей, которым будет интересна ваша страничка. Ну и следующий важный этап, о котором не стоит забывать еще до того, как вы начнете продвигать свой блог – это визуальное оформление вашего аккаунта. Многие скажут, что там, ой, визуал-то не очень важно, главное то, о чем вы говорите. Но тут я немножко могу не согласиться с этим утверждением, потому что визуал – это как раз и есть та обертка, да. Это первое впечатление о вас, поэтому с ним обязательно нужно поработать. Кстати, так как я увлекаюсь визуалом, у меня есть небольшой сюрприз для всех моих подписчиков, кто на меня подписывается в Инстаграм. Я дарю базовое пособие по визуальному оформлению вашего аккаунта, поэтому можете подписаться на мой Инстаграм и написать мне в директ кодовое слово «сюрприз». По нему я вам вышлю этот подарок, и вы сможете применить все эти инструменты в действии, и вам будет проще понять вообще, определиться со стилем ведения вашего аккаунта, понять, как визуально упаковать его, чтобы он выглядел привлекательным, цепляющим и красивым. Ну и когда готовы все эти пункты, ура, я вас поздравляю, ваш блог готов к продвижению. Но, как правило, у новичков каких-то внушительных бюджетов на рекламу у блогеров нет, так же, как и у меня, в принципе, я решила использовать все доступные мне бесплатные методы продвижения, о которых сейчас хочу вам рассказать. Ну и первый способ моего бесплатного продвижения — это Reels. Да, я начала снимать Reels, так как считаю, что это сейчас один из доступных бесплатных методов продвижения, который поможет заявить вам о себе, показать Инстаграму, что «эй, привет, я здесь, я существую». И да, поначалу, возможно, будет мало подписчиков, но здесь нужно набраться терпения. У меня тоже еще пока незначительные прибавления в семействе, но, тем не менее, я вижу, что мои ролики крутятся на аудиторию, которая на меня не подписана, значит, у меня есть шанс их заинтересовать. Поэтому буду использовать это дальше, пробовать, экспериментировать с разными форматами. Следующий доступный инструмент для продвижения вашего аккаунта без бюджета — это просьба о том, чтобы ваши знакомые смогли порекомендовать ваш аккаунт в своих сториз. Да, возможно, к вам придут там один или два подписчика от них, но это тоже. Вообще, на начальном этапе каждый подписчик вообще на вес золота. Следующий, возможно, не самый очевидный способ бесплатного продвижения, но, тем не менее, я его использовала, он мне показал хорошие результаты. Сейчас расскажу, что это за способ. Это чаты. Это какие-то рабочие чаты или чаты после тех обучений, которые вы проходили у блогеров. Это действенный метод. Я просто брала, заходила в такие чаты и писала, что вот, ребята, всем привет, я вот такая-то, такая-то, решила начать вести свой блог. В блоге рассказываю о том-то, том-то, том-то и скидываю ссылочку на свой блог. Те, кому была близка моя тема, мой путь, они переходили по этой ссылке и также подписывались. И остались одними из самых, кстати, активных подписчиков, что очень приятно. Следующий доступный бесплатный способ вашего продвижения – это взаимный пиар. Здесь я советую искать блогеров с примерной такой же целевой аудиторией, как и у вас, и приблизительно количество подписчиков, чтобы тоже совпадало. Вы предлагаете таким же людям, как и вы, рассказать у вас о вашей ценности, и взамен на это вы рассказываете об этом человеке. И тем самым происходит обмен вашими аудиториями. Следующий этап продвижения, который я, честно, еще пока не использовала, но в ближайшее время хочу им воспользоваться – это реклама у небольших блогеров. Как правило, где-то у них должно быть до 5000 подписчиков. У них рекламы выходят не очень дорогие, и подписчики, в принципе, довольно лояльны. Если особенно вы попадете со своей темой, и она заинтересует подписчиков, то придут довольно заинтересованные вас люди. Тут главное просто не ошибиться с выбором. И тут важно смотреть, проверять их, накручены они или нет. И самый простой способ, как это можно выявить – просто посмотреть по их постам. Заходите в посты, смотрите, сколько там лайков, есть ли там комментарии. Если там у него 5000 подписчиков и 5 лайков, и комментарии там, проверьте скрытый директ, ну понятно, что у него не очень будет активная аудитория, значит, стоит поискать других блогеров. Ну и следующий из способов бесплатного продвижения – это взять и зарегистрироваться на всевозможных бесплатных ресурсах, где вы можете рассказать о себе. Таким ресурсом я выбрала YouTube, пришла сюда искать своих дорогих, любимых подписчиков, которым может показаться интересный мой путь развития блога с нуля, которых я смогу вдохновить на начало ведения блога. Поэтому приходите, подписывайтесь, всех буду ждать. Ну и что хочу вам сказать в завершении. На самом деле, частое заблуждение людей – сидеть и ждать, и говорить о том, что вот, мой блог не растет, я не знаю, что мне делать. Ну а как он будет расти, если вы не начнете заявлять о себе? Поэтому старайтесь использовать всякие разные доступные вам методы, не просто сидеть и говорить, я снимаю Reels, они не залетают, и поэтому там я какой-то неудачник, что-то со мной не так. Нет, с вами все так, просто важно проявить терпение, настойчивость, и обязательно все у вас получится. И также хочется поддержать всех начинающих блогеров. Вы молодцы, вы на верном пути, все у вас получится. Главное – не ожидать сразу молниеносных результатов. Такие случаи, конечно же, бывают, это скорее исключение, а не правило. И в большинстве случаев нужно проявить терпение, упорство, чтобы получить результат. В нашем деле самое главное – начать. Хоть как-то, хоть немножко, хоть неверно, но начать. Не сидеть на месте и не ждать, что там что-то свалится, с неба какая-то удача и придет миллион подписчиков. Ну и также хотелось бы попросить вас поделиться в комментариях своими способами продвижения. Быть может, мои способы для вас показались полезными. Может быть, у вас есть какие-то не совсем очевидные способы, которые я не назвала. Я с радостью почитаю, всем вам отвечу в комментариях. Поэтому пишите, буду рада. Ну и до встречи в новых роликах и в моем инстаграм. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!